Всем добрый день! Мне очень нравится одна фраза аргентинского писателя Хорхе Букая. Он сказал так «Сказки существуют для того, чтобы усыплять детей и будить взрослых». И вот знаете, я всю жизнь обращаюсь к жанру сказки. Я очень люблю сказки, люблю их читать, люблю писать, и люблю музыку, написанную на сказочные сюжеты. И сегодня я решила выбрать два произведения, которые написаны на один и тот же сюжет. Точнее, они написаны об одном герое, который называется гном. Все мы, конечно, знаем, кто такие гномы, однако не все просто так с этим персонажем. Гномы бывают разные. Все они маленькие, живут под землей, куют из железа самые диковинные вещи, и в лучах солнца становятся каменными изваяниями. Но гномы бывают добрые и злые. Все мы знаем добрых гномов из белоснежки и семи гномов. Но также есть и другие, которые называются тролли. И они очень вредные, любят пакостить, любят строить козни хорошим, добрым людям, и, в общем, осложняют всем жизнь. В Норвегии, кстати, до сих пор люди верят в существование гномов и троллей, и даже на дорогах ставят автомобильные знаки, такие предупреждающие треугольники, на которых написано «Осторожно, тролли». И сейчас прозвучат два произведения. Первое – гном из картинок с выставки Мусоргского. Второе – «Шествие гномов» Эдварда Грига. И я вам хочу просто задать вопрос, о каких гномах писали два этих композитора? Добрые они или злые? Что у них на уме? Что это за сказочные персонажи? Добрые они или злые? Добрые они или злые? Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон»